здравствуйте друзья я все еще в риге иду делать шопинг постараюсь не ныть как мне это не нравится а просто постараюсь заснять если удастся потому что многим это как раз нравится но для начала пройдем через маленький парчок который возле городского канала я уже говорила городской канал это остатки от крепостных это остатки от крепостных укреплений и крепостного рва который когда-то окружал старую ригу тогда это еще было не старая рига тогда это просто было рига в риге конечно гораздо теплее чем у нас волокс на гораздо теплее здесь уже много что отцвело листья уже распустились полностью у нас еще такая нежно-салатовая зелень здесь уже такая сочная зеленая зеленая сейчас мы выйдем на площадь бриби бас по моему площадь свободы я уже рассказывала про это показывала улицу свободы их проспект свободы и так далее тут иногда бывают какие-то перформансы разные политические мы сегодня нет чтобы не идти по пустым пыльным улицам пройдем через этот скверик он очень приятный за дым цветут конечно уже многие отцвели еще во всю себе он там красивый розовый какой когда дембрины удивительные растения такое количество сортов начинают свести буквально как только закончатся заморозки и вот до июня какой роскошный желтый куст выходим в национальной опере такой тут фонтанчик цветущий бадан тоже одно из моих любимых растений такое вот как сказать не шикарная но она изящная в риге сирень уже отцветает а у нас волокс на только-только набирает цвет сразу видно что семейство бобовых красота да и только путь лежит старую ригу ибо иду я туда где раньше был центральный универмаг а сейчас это называется галерея центр что по сути одно и то же красивый дом с атлантами мне все время бывало очень жалко этих атлантов которым так тяжело одеваться то некуда надо держать а там еще и земной шар на них взгромоздили летние кафе повсюду ну сейчас еще утро еще все ресторанчики кафушки закрыты или только-только открываются посетителей практически нет но отовсюду запах сдобы и кофры говорю как есть идти мимо трудно но надо вот она галерея шоппинг с 1938 года ну вперед махнет косметикой парфюмерии чем-то удушающим так говорю как есть мне надо обувь летние найду я или нет не знаю не уверена не факт может надоест мне это дело раньше чем я что-то найду но попробовать надо я надеюсь что время уже подходящие там уже все открыто хотя кто его знают на часы то я не посмотрела если все это добро открывается только с десяти то и ой ой вести еще нету не смотрим магазинчики уже открыты но не все потеряно все безнадежно сейчас главное вспомнить где находится этот обувной ларюк который мне нужен был где-то рядом с лестнице это не тот обувной ларюк тот был побольше если он вообще еще есть я тут не была уже года два скажем так я проеду до самого верха на этой лестнице а потом пойду на другую да доехала до самого верха ничего не увидела ай-яй-яй неужели тот ларен закрылся видите так называю варёк потому что не очень-то я люблю это делал как не чижительно называть мальцы какая красота какая красота лишь и старые люди снизу думала что-то по тряпке понавешано это не тряпки это платье ну да такая интересная инсталляция да платье за бы для большого привидения любящего яркие расцветки я увидела седло лошадиное но вряд ли от она здесь продается а вообще интересно ну да пола тут явно не лошадиное седло продается хоть мне кажется не надо но классно тут я вообще мало вижу обувных магазин и вообще мало вот этот ларек там где мой любимый рекер ну все друзья прям лакет я снимать не буду если что-то куплю тогда я вам обязательно покажу и так покупка свершилась обязательно покажу вам что я там купила не совсем так вот стоп процентно чтобы вот ах но неплохие башмати пригодятся главное на ноги удобно ну на первом этаже всяческие красоты для тела и души а тут что тут и души то что 450 евро вот это диск и пульсом знаете я обживу пистолет не очень следующее вот мне кажется что моя дочка а уж винга и тем более и так друзья демонстрирую фирма вечер да конечно хотелось что-то такое более женственная более изящная и более элегантная но не было ничего такого поэтому вот такие чанго но я люблю такой стиль хотя он не всегда вместе так ну вот понравилось мне эти штуки как тут выставляют очень интересно я никогда не думала что это все еще и платно друзья бегом-бегом сюда бегом и лежит мой путь на рынок ибо надо купить мне тоже вещь совершенно определенную а именно купить мне надо рыбу вот туда я и иду решите центральный рынок тоже одна из достопримечательностей и я все вам обещаю что когда-нибудь посвящу целое видео этой достопримечательности но не сегодня я даже не буду пробегаться по всем павильонам я иду прямиком в ревный павильон для любителей сада огорода я еще пройдусь по таким распрекрасным рядам запах стоит измениться в ней так как еще пойдет после но уже есть можно надо я я я я я я я я Продолжение следует... Продолжение следует... На улице чем-то напоминает 90-е годы. Но, по-моему, в прошлом году началась борьба с такими палатками. И вот смотрю, что всё переносят под крышу. Ну, как мне кажется, что как-то беднее стал рынок. Раньше вот был мясной павильон, был молочный, овощи, бакалея, рыба. А сейчас всё какой-то тиш-миш. Ну, может, мне это только кажется. Ну, какие всякие разные штучки деревянные. Очень популярны в Латвии из янтаря. Картины янтарные. Так, ну вот сюда мы пришли. Тут какое-то молоко. Тут же бакалея. Тут же капушки. Всякие молочные продукты. Возможно, стоит мне тоже купить. А может быть и нет. Посмотрю. Всё дома еда есть. Нет, не буду покупать. Я уже наметила, что я иду в рыбный. Мне надо купить рыбу для того, чтобы отвезти её в Алаксный. Хотя, конечно, много всяких интересностей и вкусностей. Я говорю, как-то больше всё стало тиш-миш. В смысле, намешано-перемешано. Нету такого чёткого разделения, как было раньше. Тут же фрукты. Так, я захожу в рыбный отдел. А как? Очень странно. А в рыбу перенесли ещё и овощи. Не, ну разве это не тиш-мишно? Не подумайте. Рыба совместилась с овощами. Ну, ничем. Рыба с овощами даже в тарелке сочетаема. Ну, очевидно, на базаре тоже. Но всё-таки мне нужна рыба. Увел. Рыба с овощами. Потому, что я мешаю. Ну вот, наверное, куплю парка Ж930. Спасибо, я ещё посмотрю. Может быть, свернусь. Итак, взяв карпа на 2 килограмма, заплатив за него аж на 18 евро. Но у нас намечается праздник, поэтому надо. И я иду на трамвай. Всё, шопинг закончился. На сегодня хватит. И даже не только на сегодня. Мне на очень долгое время хватит. Ну вот, друзья, я на этом попрощаюсь с вами. Сейчас на трамвай. Тут надо как-то ещё перебежать. Как-то надо успеть. Ни перехода нету, ничего. А машины-то движутся с страшным потоком так. Перебегаем. Ну, трамвая нету. Наверное, только что ушёл. Буду ждать. Ну вот, друзья мои, а с вами я попрощаюсь. Ой, я всё хочу сделать видео про наш рынок знаменитый. Когда-нибудь сделаю. А сейчас я говорю вам до свидания. До следующего раза. И всего вам самого-самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...